Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о том, как сажать и пересаживать луковичные растения. Наверное, сегодня вы не найдете сад, где бы ни цвели подснежники, нарциссы, тюльпаны. Действительно, это растение очень неприхотливое, при этом очень декоративное. Наверное, именно в этом кроется секрет их популярности. Но для того, чтобы правильно выращивать луковичные растения, обязательно нужно знать, что их нужно периодически выкапывать и сажать заново. Но не думайте, что это надо делать буквально каждый год. Здесь эти растения луковичные тоже делятся на определенные категории по, так сказать, по своему сроку нахождения в земле. Пожалуй, самыми долгожителями на одном месте являются подснежники. До 10 лет они могут расти на одном месте. Нарциссы можно растить на одном месте 6 лет. Через 6 лет их надо выкапывать и пересаживать на другое место. Скажем, сцилы и мускари выращивают 4-5 лет на одном месте. Ну а крокусы, лилии где-то 3, максимум 4 года на одном месте. Вот тюльпаны особый случай. Тюльпаны, причем декоративных таких сортов, как зеленого цветения, попугайные тюльпаны, бахромчатые тюльпаны, их рекомендуется для сохранения всех сортовых особенностей вынимать из земли и пересаживать каждый год. Итак, вы запаслись луковицами любимых ваших цветочных культур, и теперь возникает самый главный вопрос. Когда их сажать? Ну, есть одно простое золотое правило. Те культуры, которые цветут весной, их сажают осенью. Те, которые цветут осенью, их сажают весной. Ну, у нас сейчас конец лета, так сказать, поэтому мы будем говорить о тех культурах, которые цветут весной, которые сажают именно осенью. Я вам сейчас буду называть примерные сроки посадки разных культур, но имейте в виду, это для нашего региона. Если вы живете в южном регионе, эти сроки можно сдвинуть на месяц вперед, то есть у вас тепло держится дольше. Если же живете в более северных районах, где холода наступает быстрее, соответственно, вам нужно сдвигать эти сроки на месяц раньше. Уже буквально в конце августа можно приступить к высадке лилий. Ну, а примерно с 1 по 10 сентября стоит заняться высаживанием луковиц нарциссов. Дело в том, что если вы немножко опоздаете, начнете позже их высаживать, луковица не успеет как следует укорениться в почве и может не перенести зимы. Также примерно в середине сентября высаживают все мелколуковичные растения. Ну, такие сцилы, мускария, крокусы, гиацинты. И с самыми последними уже в октябре, в ноябре, конечно, в зависимости от региона высаживают тюльпаны. Вот тюльпаны высаживают с таким условием, чтобы до первых заморозков оставалось приблизительно 3 недели. Часто спрашивают, а можно ли высаживать луковицы, скажем, в июле месяце, летом. Теоретически можно, ничего с ними не будет. Но имейте в виду, что когда луковицы лежат в земле, прорастать они начинают при температуре почвы где-то 10-12 градусов. Если почва слишком теплая, как это бывает летом, естественно, они не прорастают и просто бесцельно там лежат. А что такое бесцельно лежат? Естественно, возникает риск подцепить какую-нибудь болезнь, быть поврежденной каким-нибудь вредителем или попросту съеденным каким-нибудь животным. Итак, с чего стоит начать при посадке луковичных растений? Конечно, как всегда, выбор места. Место должно быть солнечное, либо просто хорошо освещенное, хотя бы рассеянная какая-то тень должна быть. Почва должна быть обязательно влагопроницаемой. Ни в коем случае застоя воды нельзя, потому что луковицы загнивают просто. Ну и еще такой важный момент учитывайте. Большинство луковичных цветут ранней весной. После цветения, цветают они достаточно быстро, остается листва, которая достаточно быстро жухнет, становится желтой и некрасивой. За что я, кстати сказать, луковичные не очень люблю. Так вот, рекомендую вам подумать и посадить их, скажем, между какими-то многолетниками, между какими-то кустарниками. Когда будут свистеть луковичные, кустарники будут еще стоять голые, и ваши луковичные будут получать максимум света. Когда листва их станет жухлой, их уже прикроют цветущие и зеленые декоративные ваши кустарники. И фактически их видно уже не будет. Теперь следующий вопрос. Какое должно быть расстояние между луковицами при посадке? Если вы садите мелколуковичные культуры, такие как крокусы, например, то расстояние должно быть от 3 до 5 сантиметров между каждой луковичкой. Если вы садите деток, то расстояние между ними должно быть 8-10 сантиметров. Если вы садите луковицы среднего размера, то расстояние должно быть примерно 10-12 сантиметров. Для крупных луковиц такое расстояние следует увеличить до 15 сантиметров. Ну а для крупных лилий, скажем, расстояние вообще можно сделать 20 сантиметров между каждой луковицей. Ну естественно, понятно, что чем крупнее луковица, тем больше между ними должно быть расстояние. Естественно, место для посадки луковиц нужно тщательно приготовить. Что такое тщательно? Перекопать и удалить обязательно все сорняки. В принципе, все луковичные растения неприхотливые, поэтому каких-то особых добавок сюда, удобрений, навоза, в принципе, можно не вносить. Но, конечно, они с благодарностью отзывутся, если все-таки внесете. Теперь следующий вопрос. На какую глубину нам нужно садить такую луковицу? Есть общее правило. Глубина посадки должна быть в 2-3 раза больше, чем высота самой луковицы. Делаем такую ямку. Ну вообще для этого, честно говоря, есть специальный инструмент, либо посадочный конус специальный, либо просто узкая лопатка неудобнее, но тем не менее. И вот мы опускаем луковицу. Опускаем ее строго вертикально. Почему важно, чтобы луковица находилась в ямке вертикально? Дело в том, что если вы поставите ее на бок, ну достаточно много сил растение будет тратить на то, чтобы пробиться наверх. И, естественно, вырастет немного ослабленным. Кстати сказать, учитывайте структуру вашей почвы. Если у вас глинистые тяжелые почвы, посадку стоит приподнять немножко, на 2-3 сантиметра сделать выше. Если же почва песчаная, наоборот, на 2-3 сантиметра стоит углубить. Когда вы посадили, поставили свою луковицу, присыпайте аккуратно ее сверху слоем земли. Только аккуратно, стараясь ничего не повредить, не сломать. Поверхность выравнивайте. И вот здесь очень важно, обязательно присыпьте место посадки мульчой. Такая мульча позволит, во-первых, лучше держаться влаги в почве, а во-вторых, более успешной зимовке будет способствовать ваших луковиц. Итак, сегодня я вам рассказал о том, как правильно сажать и пересаживать луковичные растения. Вы убедились, что ничего в этом сложного и такого проблематичного нет. Хотя есть кое-какие нюансы. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. Кстати сказать, там есть видео о том, как правильно приготовить луковицы к посадке. Это тоже очень важно. Ну и желаю вам красивых цветущих луковичных растений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!